Давайте сегодня поговорим о грантовых конкурсах, то есть о том, что все очень любят. Почему? Потому что грантовый конкурс – это победа, это деньги и это успех для вас. Но вообще-то грантовые конкурсы, они бывают очень разными. И вот надо очень хорошо понимать, какие конкурсы для каких целей и почему мы используем. Вообще конкурс, как вы понимаете, это некое соревнование с целью выделить лучшего или лучших по каким-то критериям, а дальше с ними что-то сделать. Ну, можно им дать награду, можно им дать деньги, чтобы они что-то сделали, можно какой-то приз, можно куда-то отправить, попутешествовать. Это тоже возможный вариант. И два главных типа и видов конкурсов условно можно назвать как конкурс проектный и конкурс призовой. Значит, что такое проектный конкурс? Проектный конкурс – это когда вы, подающие заявки, они соревнуются в смысле той идеи проекта и того содержания проекта, который они хотят выполнить. Но у них этот проект еще не существует. То есть он существует на бумаге, его надо выполнить. И, соответственно, это конкурс идей как бы. Конкурс идей и конкурс проектов. То есть того, чего пока нет, а что уже задумано. А призовой конкурс – совершенно наоборот. Это конкурс того, что уже осуществилось, и мы, как организаторы конкурса, хотим найти самое лучшее из того, что уже совершилось в той или иной сфере. Ну, например, это какой-нибудь конкурс публикаций на социальные темы федеральных СМИ. И тогда мы объявляем такой конкурс, все посылают публикации, мы говорим, вот это самое лучшее. Ну, известно, например, конкурсы призовые – это типа конкурсов фонда Потанина, которых разных очень много. Вот это конкурсы проектные. А есть конкурсы, например, конкурс «Золотой кот». Тоже, наверное, кто-то слышал. Это конкурс призовой. То есть там рассматриваются те проекты, которые уже совершены и которые являются наиболее эффективными в сфере фондрайзинга. И лучшие, значит, такие проекты получают премию в виде «Золотого кота». Ну, иногда какой-то еще денежный приз. Так что мы видим вот это два главных направлений видов конкурсов. Почему конкурсы вообще-то используются? У них есть серьезные плюсы. Это вообще вещь очень хорошая. Не зря мы видим их довольно широкое применение в разных сферах. Какие плюсы? Ну, прежде всего, открытость. То есть об этом конкурсе, если вы какой-то конкурс задеваете, вы о нем публично объявляете, и люди, в принципе, понимают, что вот такой конкурс есть и готовы участвовать в нем. Он открыт. Прозрачность процедур, потому что хороший конкурс – это тот конкурс, где описано хорошо положение конкурса, процедура о том, кто является победителем, когда, по каким критериям. И, опять же, люди видят и решают, я готов в этом участвовать или не готов. Равные возможности у участников. То есть тут уже все так устроено, что будь ты из маленькой деревни или ты из большого города, но будут оценивать не откуда ты пришел, а что ты сделал, или какая у тебя идея проекта и так далее. Поэтому равные возможности тоже плюс. Мы считаем, что конкурсы еще дают объективность выбора, что, правда, не всегда. Это очень сильно зависит от того, кто эксперты, как конкурс устроен, и бывает так, что не очень-то объективные результаты. Но, тем не менее, конкурс нацелен на то, чтобы выбор был объективным, и экспертов стараются отбирать именно таких беспристрастных и квалифицированных. Ну и еще плюс конкурса в том, что он технологичен, он алгоритмичен. То есть там все расписано по пунктам. Делай шаг первый, делай шаг второй, делай шаг третий. Это все можно расписать, объяснить, указать варианты, плюсы и минусы. И фактически это такой франчайзинг в получении, значит, в распределении средств наиболее эффективно. Вот. Но, с другой стороны, есть и противники конкурса, потому что в нем есть, конечно, минусы. И минусы – это как бы оборотная сторона некоторых его плюсов, что вполне естественно. Ну, самый главный минус – это та самая технологичность и стандартизация. Это значит, что вы ко всем подходите с равной меркой. А, между прочим, это звери, которые у вас соревнуются, они очень разные. И учитывать их специфику, учитывать их опыт, учитывать их какие-то внутренние побуждения, мотивации и так далее, в конкурсе очень сложно. Там идет достаточно вот такая алгоритмичная процедура, и это, наверное, минус. Ну, там же еще соревнуются вот в проектных конкурсах, соревнуются проекты. То есть, это поддерживается деятельность за какое-то короткое достаточно время в каких-то, для защищения каких-то определенных социальных целей. Но, вообще-то, деятельность организации, она не становится проектным характером. Из-за этого не всегда конкурсы применимы к тому, чтобы поддержать работу той или иной организации. Мы про это еще поговорим, в чем, какие есть другие возможности. Но вот это, может быть, рассматриваться как минус. Естественно, краткость сроков проекта. Мы проект завершили, значит, вам надо опять на конкурс подаваться. Кроме того, есть специалисты, которые подаются на все конкурсы и любят это делать. Их называют грантоедами. И они иногда получают гранты именно из-за того, что конкурс, как бы он не был замечательным, но все-таки несовершенными. Некоторые пеняют на конкурсы в том смысле, что они отвлекают от осуществления миссии. Вот вы нас заставляете делать вот что-то такое, а на самом-то деле наша миссия призывает нас делать вот это. И вы нас отвлекаете тем, что вы соблазняете нас получением этих грантов. Ну, вообще-то это такой не очень честная претензия, но если вас отвлекают, вы не отвлекаетесь. Это же ваш выбор. Если вы отвлеклись сами от миссии, то и пеняйте на себя. Ну и еще конкурс, как я уже говорил, поскольку объективность выбора не всегда и зависит от экспертов, конкурс в какой-то степени всегда лотерея. И все это прекрасно понимают. Вы можете выиграть в этой лотереи, вы можете проиграть в зависимости от того, как сложились звезды, карты, состав экспертов, кому вы понравились, кому не понравились. И хорошие проекты могут не пройти, а плохие вдруг проскакивают. Вот это как бы плюсы и минусы. И когда вы решаете осуществлять какой-то конкурс, то надо их иметь в виду. Но когда конкурсы действительно полезны и какую они действительно дают дополнительную, дополнительный какой-то плюс для его организаторов. Ну, например, тогда, когда донор решает начать работать в какой-то неизвестной ему сфере. Он про нее мало знает. Он не знает, какие некоммерческие организации этим занимаются, насколько они эффективны. И он тогда открывает конкурс на поддержку инициатив в этой сфере. И поскольку конкурс открытый, к нему стекается информация о том, кто этим делом занимается. И он получает некую карту, некий срез того, кто что в этой сфере делает. И тем самым это как бы такое тестирование области, которое помогает ему дальше уже выстраивать стратегию по работе в этой сфере. Ну, примеров таких много довольно. У нас был именно такой конкурс для общественно-активных школ, когда фонд «Новая Евразия» начал работать в этой сфере. То у нас был первый конкурс как раз для всех некоммерческих организаций, которые занимаются развитием общественно-активных школ. Мы получили срез их по регионам, кто чем занимается, какой у них опыт. И, конечно, такого рода, если у вас такая задача стоит, это надо иметь в виду. Дальше один из плюсов конкурса, что он может стимулировать развитие некоммерческого сектора в каком-то направлении. Если вы объявляете серию конкурсов в каком-то конкретном направлении, то вы тем самым стимулируете организации, которые там работают. Более того, начинают появляться новые, которые хотят в этом работать. То есть вы делаете такой толчок в развитии именно этого направления. Ну, говорят, что также конкурс – это дает максимальный эффект от того лимита средств, которые у вас есть. У вас небольшие средства, и вы хотите получить максимальный эффект. И тогда вы используете конкурс для того, чтобы и поддержать лучших, и, с другой стороны, максимально эффективно использовать те средства, которые у вас есть. Ну, кроме этого, конкурсы дают, конечно, прекрасный пиар-эффект, потому что, поскольку вы объявляете это открыто, вам пишут заявки, с вами связываются, появляются публикации в газетах, и вы все на виду, как грандмейкеры, и про вас все знают. Ну, и не надо забывать образовательный эффект конкурса. Любой конкурс – это образовательная штука. Она образовательная штука и для тех, кто организует конкурс. Очень многому можно научиться после того, как ты провел какой-то конкурс, особенно если неудачно. И такой же образовательный эффект, даже больше, это для тех, кто участвует в конкурсе. Потому что даже проигравший, он получает очень немало от того, что он принял участие в этом. Организации начинают лучше понимать, что они делают, почему они хотят это делать, в чем недостатки, минусы их проектного мышления, их проектной системы и так далее. Но вот даже из этого понятно, что когда вы конкурс задумываете, очень важно, какова перед вами цель. То есть от того, какая цель, зависит почти все. Вся архитектура конкурса, тип конкурса, география конкурса, критерии отбора – это все завязано на то, какую цель вы ставите, когда вы проводите конкурс. Поэтому если вы собираетесь проводить конкурс, прежде всего для себя же поймите и решите, в чем ваша цель, что вы хотите достичь, проведя такой конкурс. Какой для вас идеальный результат этого конкурса? И когда вы этот идеальный результат или цель увидите, то вам легче будет его конструировать. Теперь, чем еще отличаются? Вот конкурс, мы пытались понять, что такое конкурс вообще, но конкурсы бывают очень разные. И они отличаются по разным критериям и по разным параметрам. Ну вот один из таких параметров – это кто участники конкурса, кто легитимен участвовать в конкурсе. Как правило, мы сталкиваемся с тем, что участие в конкурсе принимают некоммерческие организации, ну, с некоторыми ограничениями бывает, но тем не менее это НКО разного типа или со-НКО. Но бывают конкурсы для физических лиц. Такие конкурсы тоже есть. Это один из примеров – это стипендии Потанина, например, которые именно выделяют лучших студентов и дают им возможность продолжить обучение или повысить качество свое обучения. Бывают конкурсы для физических лиц, как гранты на поездки, например. Поскольку страна наша большая, и люди иногда не имеют средств участвовать в серьезных конференциях, особенно в зарубежных, то вот такого рода гранты на поездки, конкурсы на такие гранты, они тоже очень приветствуются и полезны. Но даже если мы говорим просто об организациях, там появляются организации и некоммерческие, но бывают организации, которые муниципальные, бюджетные организации. Они тоже бывают участниками конкурсов, особенно если конкурс проводит бизнесы в своих территориях, именно потому что там мало некоммерческих организаций, а им хочется поддержать социальную жизнь на территории, а это в основном библиотеки, музеи, школы и так далее. Вот они тоже могут быть легитимными участниками такого рода конкурсов. Но это скорее исключение, а чаще всего мы видим конкурс для некоммерческих организаций. Конкурсы бывают еще закрытые и открытые. И про открытые конкурсы мы все знаем, потому что они открытые. Вы про них читаете, а про закрытые мы можем даже и не знать. А они проводятся тоже. В чем разница и когда лучше применять тот или иной тип. Вот про открытые конкурсы мы уже все здесь говорили, и это все относится именно к ним, к открытым. И таких примеров очень много, но вот если мы говорим про закрытый конкурс, то это конкурс для конечного набора участников, то есть грантодатель заранее определяет круг участников этого конкурса и именно адресно посылает приглашение к участию в этом конкурсе этому кругу участников. Как этот круг участников определяется? Это зависит, конечно, и от цели конкурса, от того, кто его проводит, в какой сфере. Вот хороший пример – это недавний конкурс фонда Потанина в школе филантропии в номинации «Системный эффект». Если кто-то участвовал в этом, он знает, что там конкурс был закрытый и поддерживали только наиболее сильные системообразующие организации в нашей сфере. И интересно, как отбирались эти организации. Это тоже интересный способ, который надо иметь в виду. Это такой, фактически, такой сетевой отбор происходил, когда обращались к экспертам и просили их рекомендовать там три или пять лучших организаций, которые они считают. И на пересечении этих рекомендаций появлялся список наиболее известных, видимых, эффективных, прекрасных организаций, которые достойны поддержки в этом конкурсе. Еще можно отметить, что конкурсы бывают одноэтапные, двухэтапные и даже многоэтапные. То есть про одноэтапные конкурсы также мы гораздо лучше всего знаем, потому что их чаще всего используют. Это когда есть объявление, конкурс проводится, по результатам выявляются победители, их награждают, выделяют, значит, либо грант, либо какой-то приз, и это есть одноэтапные. А вот бывают конкурсы двухэтапные. Это когда, ну, это очень часто такого рода конкурсы проводятся в сфере, в книжной сфере, в отборе лучших книг. Говорят, лонглист, если вы помните, шотлист. Вот эта многоэтапность, когда все пишут заявки, потом выделяются, на втором этапе выделяются лидеры, там, лонглист или шотлист, и потом уже эти лидеры подают еще раз заявки для того, чтобы из них выбрали лучшие. Но здесь могут быть очень разные технологии, потому что, ну, вот, например, можно на первом этапе сделать соревнование идей проектов. И тогда вы все подаете, как бы, о чем будет ваш проект, в чем его идея, ну и, конечно, сколько стоит такая идея, то есть общую сумму бюджета. И когда эксперты посмотрят эти идеи, то они выберут, скажем, там 50 лучших и предложат этим 50 уже написать полную заявку. В чем плюсы такого двухэтапного подхода? Вы видите, что реально только 50 участников пишут полную заявку, остальные пишут только идею. И это серьезное послабление для участников. Представьте себе, что есть конкурс, в котором там тысячи участников, и все должны писать огромные заявки, а потом выиграет там 5%, и ясно, что 95% будут очень недовольны тем, что они участвовали и потратили столько сил. Другой пример многоэтапных конкурсов, обычно они бывают тогда, когда это конкурсы, скажем, носят такой всероссийский характер. Потому что, может быть, конкурс в регионах, победители будут участвовать на федеральном этапе, и такой вот региональные составляющие конкурсов. Самый хороший пример таких конкурсов – это конкурс гражданской инициативы, комитета гражданских инициатив, который проводится во многих регионах, в федеральных округах, а потом победители приезжают в Москву, и там проходит уже финальный конкурс. Но обычно это конкурсы такого типа, они призовые, они проектные чаще всего. Ну и в результате конкурсов мы получаем разные вещи. Бывает, что какой-то статус, титул, ну, например, конкурс проектов, точка отсчета, конкурс, значит, проектов, не проектов, а отчетов некоммерческих организаций, точка отсчета, там появляется статус, либо вы получаете золотой статус, либо серебряный стандарт, либо бронзовый и так далее. То есть это статусность некоторая. Или в конкурс фандрайзеров «Золотой кот», вы там тоже получаете отличительную статую, статую такого кота, который и показывает, какие вы замечательные и что вы одни из лучших фандрайзеров. Бывают другие награды, призы, бывают деньги, бывают кубки, все что угодно. Ну, еще различие в конкурсах может быть по источникам финансирования, что вообще практически очевидно, и на этом долго я не буду задерживаться, потому что бывают источники российские, зарубежные, частные, семейных фондов, доноров, средства бюджета могут быть, могут быть корпоративные фонды, которые тратят деньги корпорации или какой-то бизнес-структуры. Может быть, у бизнеса своя программа конкурсная, которая тоже проводит такие конкурсы и тратит деньги бизнеса. И они все тоже очень разные и по организации, и по критериям, и нужно очень внимательно читать все условия участия, и кто имеет право участвовать в этом конкурсе, кто нет и так далее. Иногда конкурсы проводят не те, кто не сами грантодатели, а проводят некоторые операторы этих грантодателей. И это становится все более такой частой практикой, и эту практику следует приветствовать, потому что не все грантодатели грамотные грант-менеджеры. То есть они не всегда умеют управлять вот этой серьезной программой выделения средств, контроля и дальнейшей оценки того, что было сделано. Поэтому многие грантодатели заключают альянс с опытными операторами. Часто это просто крупные ресурсные центры в регионах и, опираясь на них, проводят региональные конкурсы. Ну, еще конкурсы могут отличаться, конечно, и по направлениям деятельности в сфере образования, в культуре, в экологии, среди исследователей, чего угодно. Если в заключении можно сказать, что вообще разнообразие конкурсов таково, что об этом можно говорить очень долго. Я просто постарался обратить ваше внимание на некоторые типы и различия в подходах разного типа конкурсов и какую именно роль играют эти типы конкурсов для решения задач грантодателя. Вот это все надо иметь в виду, когда вы проектируете свой конкурс, когда вы собираетесь эффективно потратить деньги, которые есть у вас, как у донора.